В Северном Казахстане будут выпускать более 1 миллиона биг-бегов. Мягкие контейнеры предназначены для хранения зерновых культур, строематериалов, руды. Такое производство наладили на одном из предприятий Петропавловска благодаря государственной поддержке. На месте пустующего объекта инвесторы открыли новый цех. Там побывал глава региона. Кумар Аксакалов проинспектировал работу завода и понаблюдал за рабочим процессом. Это новый рабочий цех, где трудятся над созданием мягких контейнеров или, как их называют еще, биг-бегов. Рабочий процесс почти полностью автоматизирован. Мешки состоят из трех компонентов, связующих звено в котором полипропилен. На выходе получается такой большой контейнер. Но сперва биг-бег должен пройти все стадии производства. Для начала смешиваются все элементы. Используем полипропилен, карбонат кальция, он придает белый цвет нити, придает прочность нити. Уэв стабилизатор. Используем. Это защита от разрушения солнечных лучей. Дозируется, перемешивается и поступает в экструдер. За смену проходит полторы тысячи килограмм. В год здесь планируют выпускать до 1 миллиона 200 тысяч биг-бегов. Такой объем позволит хранить более миллиона тонн зерна. Это 20 процентов вместимости зернохранилищ региона. Для нашего аграрного края это как нельзя кстати. Помогла осуществить проект дорожная карта бизнеса с ольгодным кредитом по сниженной ставке 6 процентов годовых. У нас планы где-то первый квартал 2021 года. В дальнейшем планируется еще пристраиваться в большой цех площадью 10 тысяч квадратов. Там будет у нас производство уже красных мешков. Продукция пользуется большой популярностью. Потому спрос сейчас превышает предложения. Заказы поступают со всех регионов страны. Основные клиенты – ферросплавные заводы и зерновые трейдеры. Глава региона отметил, что государство и дальше продолжит оказывать большую поддержку перспективным инвестиционным проектам. 90 процентов всех реализуемых проектов инвестиционных, они идут с участием государства. И с помощью государства. Это очень важно. Мы эти все пустующие здания либо приобретаем, потом передаем нашим инвесторам. Немецкие компании, допустим, класс, тоже приобретаем здания, передаем для таких вот проектов. Это очень хорошая поддержка. Общий объем инвестиций – около полутора миллиарда тенге. Поэтапно показатель доведут до 6 миллиардов. Расширят производство, закупят новейшее оборудование, проведут реконструкцию. Сейчас здесь три рабочих цеха. Работает около 140 человек уже работает до конца года. Планируем набрать уже, обучить, набрать и устроить. Трудоустроить где-то около 264 человек. В дальнейшем поэтапно до 300 человек. Трудоустроить у нас в конце этого года уже практически на полную мощность. И, соответственно, где-то в феврале мы уже первый этап завершаем. Именно по производству мягких контейнеров и полипропиленных мешков. Соответственно, у нас будет 100 тысяч в месяц мягких контейнеров производства и миллион штук в месяц полипропиленных мешков. Еще три года назад в областном центре простаивали 30 пустующих заводов и фабрик. Новую жизнь сейчас вдохнула половина от общего числа. Там произвели реконструкцию помещений под новые производства. По остальным работы ведутся, говорит Кумар Аксакалов. Все проекты сегодня реализуются при активной поддержке государства. Можно назвать ряд примеров и металлопластиковых изделий завод, и фабрика бытовой химии. Буквально в ближайшее время запустим завод по изготовлению ламинированной фанеры. Класс, где будет располагаться немецкая компания. Там идет активная стройка этого помещения, трансформаторный завод. Такие проекты, они нам нужны. Экономика должна развиваться разнопланово. В совокупности новые проекты дадут экономике нашего региона новый импульс и скачок. А главное, выведет ее на совершенно новый уровень. Абай Альжанов, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альжанов, Михаил Казначеев. Новости МТРК.